Дорогой Рокутагин, поздравляю тебя с Днём Защитника Отечества, братишка. Держи. Чё это, Кэп? Носки? Ну... да. Что значит, ну да? Кэп, ты, мужчина, ты подарил мне носки. Ну, мне мои носки подарила. Я не знаю, я думал, традиция такая. Ну, в принципе, я знал, что так оно и будет. Спасибо, Кэп. На. Итальянский. Держи. Кинокомпания не та кнопка. И Мозголом Продакшнс представляет. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Морд. Капитан Очевидность и отличненький, как всегда, анекдот. Анекдот такой. Атомная подводная лодка. И капитан субмарины вызвал к себе старшего помощника. Старпом, я не понял, что за фигня? Почему это пару минут назад был такой сильный толчок? Всё сотрясло. Понимаете, нашему мичману пришла радиограмма. Согласно которой, его жена с каким-то хахалем уехала отдыхать в Ниццу. И чё? Ну чё, капитан? Нет больше нафиг никакой Ниццы. Именно так. Так оно и бывает, кстати. Да. Надо быть осторожным. Осторожным. Мало ли чё там как. Вот. И, конечно же, дорогие мои мужчины, поздравляю вас. С днём Защитника Отечества. Именно так. И сегодня хочу... С почином. Благодарю, капитан Очевидность. Тебя тоже с почином, братишка. Сегодня хочу с вами немного поговорить на эту тему. Заодно понагибать соотечественной пушкой СВД. Да. Именно так. А поговорим мы прежде всего о том... О том... Тихо! Э! Ох, сука! Опасные ребята. Наверное, инженерные войска. Говорят, им даже оружие часто не дают. Они просто лопатами могут всех зарубить. Реально опасные. Вот. На самом деле, я знаю ребят, которые служили в инженерно-сапёрных войсках. Вот. Прикольные типы такие. Нормальные. И весёлые. Есть у меня знакомые товарищи. Вот. Но мы не об этом. Мы не об этом. Мы о том, что многие не знают, что это вообще за праздник. Хотя праздник раньше был всесоюзным. Вот. Но. 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 Сейчас он до сих пор празднуется не только в России. Хочу, детка, и у вас Олунда. Но также в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Да? Именно так. Не знаю, вот. В Грузии и Армении празднуются. Может, в Армении, кстати, и есть. Не знаю. Может. Без понятия, в общем. Не буду врать. Знаю, что есть в Белоруссии. В России. В Таджикистане и Киргизии празднуют этот день. Считают его своим родным. Но я считаю, вообще, все бывшие республики Советского Союза могут считать этот день своим, вне всяких сомнений. Ведь бойцы со всех этих республик, со всей огромной территории принимали участие. Участие в этих сражениях. 1918 год. Под Псковом. И не только, кстати, под Псковом. Там боев тоже хватало. Молодая. Молодая, еще, можно сказать, совершенно не оперившаяся толком, только появившаяся, состоящая во многом вообще из ополченцев. Красная Армия одержала первые значительные свои победы. Между прочим, одержала не над кем-нибудь даблкилл, а над очень сильным соперником, войсками самого Кайзера. А это, извините меня, тот, кто почти полмира завоевал. Было это во времена Первой мировой войны. Именно так. Война, кстати, должен сказать, почему-то у нас мало освещается, это мало они вспоминают. И я считаю, что это совершенно несправедливо, ведь по своей значимости для нас она была примерно так же важна, победа в этой войне или хотя бы какой-то паритет, как и Великое Отечественное. Вот. Война для нас закончилась, правда, выходом России из войны. Ну вот, то есть, никакой полноценной победы мы так и не одержали, потеряли даже некоторые земли. Но, в целом, самое главное было достигнуто. Немцы так и не смогли захватить наиболее важные, ключевые города, ну и, собственно говоря, оттяпать себе большую часть нашей территории. У них это не получилось. Война началась еще при императоре, закончилась уже при советах. Но, тем не менее, помнить стоит ее. И стоит помнить подвиги тех людей, которые сделали так, потрачено. Эй, пошел в жопу, Кэп, не мешай мне. Вот. Которые сделали так, что мы сегодня живем в нашей любимой свободной стране, а даже странах. Именно так, в наших государствах, в нашем замечательном мире. Но, 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 кроме этого, что хочу сказать. Девушка, девушка, наверняка девушки смотрят. Девушки, не надо дарить носки, трусы, галстуки. Мужчина, понимаете, он как вы, как бы. Это то же самое, что вам будут на восьмое. Он не дал мне договорить. Давай, давай, медика, кладенько. Поехала, деточка. Вот так вот, да. Ой, мама. Хэтшот, дедка, you was owned. Да. Вот. Это все равно, что вам на восьмое марта будут дарить плюшевую мишку. Большим девочкам, короче. От восемнадцати и старше, когда уже как бы другие интересы. Это же не серьезно? Не серьезно. Мужчинам в этот день можно подарить, если вы девушка. Вы нюхаете своего мужчину. И вы должны понять, какой вкус на нем вам нравится. Вы можете подарить ему отличную туалетную воду. И это будет куда круче. Вот. Если он любит ее применять. Вот. И часто это делает. А если не часто, подарите ему что-нибудь классное. Если он играет в Warface, в конце концов, подарите ему мышку какую-нибудь, клавиатуру, коврик. Что-нибудь такое мужское, чтобы он пришел. Он такой, эх, это мне моя сладкая подарила. И пошел гнуть всех. Да. Именно так. Ну, то есть такое, что на каждый день такое важное. Вот наши нагибают. Да. Так что, подарки, как бы, они не сложные на самом деле. Я понимаю, посмотрите, чем мужики каждый день занимаются. Можно большую пивную кружку подарить. Например, Разору, он пиво любит пить и футбол смотреть. Такой раз прилег, короче, пиво налил, кружку большой, футбол смотрит. Отлично, отлично. Я считаю это великолепно. Вот. Что касается мужчин, мужчины, я вас поздравляю, дорогие мои братишки. Будьте здоровы, будьте счастливы. Как и всегда, собственно говоря, я всегда желаю этого, потому что здоровье и счастье, наверное, самое главное, что есть в этой жизни. Когда ты здоров, то как бы ты уже себя уже неплохо чувствуешь. А если ты еще и счастлив, все у тебя в жизни получается, то это вообще замечательно. И хочу вам сказать, будьте добрее, будьте добрее ко всем. Бывает часто так, что нашу страну и нас, потому что мы живем в этой стране, а мы есть, по сути, страна, часто обвиняют, да, в чем-то таком нехорошем, говорят, твоя страна такая, да, вот я говорю так, ты такой, ты сякой. Не ведитесь, ребята, будьте добрее, будьте толерантнее. Какой, сука, не люблю это слово. Но суть не в этом. Хотя слово хорошее, это целая история, кто такой толерант был. Это, извините меня, нифига не то, это круто было. 15 фрагов, 3 хатшотов, где у вас на 1.9 сыграли, 32% меткости показали. В общем, будьте достойными сынами своего отечества. И если кто-то гонит на вас, на ваш народ и на вашу страну, отвечайте толерантно. Пошел на... Именно так. Вот, я вас всех люблю. Мужчины, женщины, дорогие мои, армия Нагиба самая победоносная. Если данное видео вас порадовало, то ставьте лайки, чешите свои яйки. Именно сегодня, как бы, обязательно. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами. Нагиба.